20 секунд в первом раунде хватило Анастасии Христиковой, чтобы победить. Тайский боксер рассказала, она не любит задерживаться долго на ринге. Учеба в школе и тренировки на первом месте. Медали – это всего лишь результат кропотливого труда. От меня девочки получают хай-кик в голову, и мой коронный удар – это лоу-кик. Я бью лоу-кик, и когда бью так, то что сильно, и их ноги падают. Они сами падают. Первенство спортклуба «Пересвет» проходит не первый год. На этот раз за медали сражались больше полторы сотни тайских боксеров из 17 клубов. Это бойцы не только из Самары и региона, но и соседних областей – Оренбуржья, Ульяновской и Татарстана. А начиналось все с небольшого турнира. Он вообще затевался как дворовый турнир. Это для местных клубов самарских. Но поскольку он оказался очень популярным, очень востребованным, очень таким семейным, он уже на втором этапе собрал в два раза больше участников. То есть если на первом этапе мы насчитывали порядка сорока, девяти человек, то на втором уже было девяносто три. На ринг выходили и мальчишки, и девчонки с шести лет. На разогреве публики. Кульминацией спортивного праздника стали поединки мужчин. Новшество. Мы начали в Самарском регионе активно развивать разноклассовку, так сказать, бойцов. Это уровень бойцов. То есть класса С – новички. Класс Б – те, кто уже набрали небольшой опыт. И класс А, кто достаточно хорошо и часто выступает. Пока кубок выигрывает клуб «Пересвет». Но организаторы турнира надеются, что эта традиция когда-нибудь прекратится и гран-при будет, как и положено, переходящим призом. А значит, поединки станут еще интереснее, а претендентов на первое место станет еще больше. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Сергей Кизоркин, Константин Головин.